Вообще, я люблю людей рисовать и карандашом, красками там вот этим все, нет возможности. Графика – вынужденный выбор техники рисования. У мамы, хавы, нет денег даже на самую дешевую гуашь. Притом, что сама жизнь девочки недавно заиграла яркими красками. Многодетные родители, в семье пять детей, наконец смогли записать дочь в художественную школу. Она давно хотела, как известно, финансы не могли мы их туда всех отдать, даже не смогли. Сейчас они все хотели, только двоих записали. Возможности нету всем купить краски. Двоим купили, еле-еле. Их тоже нам, даже наш директор помог купить. У нее тут и бувашь есть, помастеры клади, карандаши, краски. В семье другой юной художницы, напротив, инструментов и материалов для занятия живописью – палитра. Чтобы нарисовать ребенку будущее, бабушка берет не кисть, а ноги в руки. Не обращая внимания на возраст и проблемы со здоровьем, Вера Васильевна каждый день выходит на работу, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Переживает, насколько хватит ее силы, сможет ли маленькая художница окончить школу искусств. Пенсионер, но все равно стараюсь, потом еще стараюсь подрабатывать. За бабушками ухожу как соцработник, потому что мама у нас, она немножко человек больной, поэтому приходится вся ответственность по воспитанию, она, по сути дела, лежит на мне. И для Хавы, и для маленькой Иры занятие в художественной школе – не рисовка. Одна собирается стать дизайнером, у другой в генах заложен талант к изобразительному искусству, поскольку в роду девочки были выдающиеся художники. Их мечту помогает реализовать уникальный человек. Владимир Бандурин не только организовал кружок для детей из малообеспеченных семей, но и растит мастеров своего дела. Шпаков Андрей поступил в Боголюбовское училище. Я его воспитал. Он пришел на совершенном нуле. Олечка Гришина закончила училище искусства. Художник-дизайнер, в Москве работает. О своих талантливых выпускниках говорит охотнее, чем о собственном человеческом благородстве. Он покупает краску для занятий и делится ей. Здесь же освоил экономику живописи. Можно загрунтовать простой Батман. Это проще, чем холст. Купить вот такой грунт акриловый. Мода пошла смотреть мастер-класс. И пальчиком рисуют, и тампончиком рисуют. Восматриваю ситуацию эту упрощаю до возможного. И применяю с детьми. А чтобы написать снег на картине, ученики выстраиваются в очередь. Веерная кисть у Владимира Бандурина одна на всех. Краски – бюджетный вариант, гуашевые. Акрил – нетронутый в коробке. Берегут для какого-нибудь конкурса. Масляные уже закончились. Когда мы участвовали в конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение» на территории сельского поселения, мы выиграли конкурс, получили 100 тысяч рублей. Мы хотели купить краски. Но сами понимаете, нам нужно было потратить деньги на укрепление материально-технической базы. А краски – это расходный материал. И мы пожали плечами, краски не приобрели. Поэтому расходный материал в последнее время все чаще идет в расходы родителей. Что, естественно, сказывается на посещении художественной школы. Из почти 200 детей только этого села живописью занимаются всего 45. Мы тратимся не только на расходный материал, получается. Мы же также тратимся и на дорогу. Если бы это было в школе, ребенок идет и занимается. Но когда этого в школе нет, то есть это головная боль родителей. И не только головная, а и финансовая. Я, честно говоря, не помню, но помню, что недешево. Где-то в пределах, по-моему, 300 рублей 12 цветов фломастера стоят. Ну, это накладно, согласитесь, с нашими зарплатами. После этого интервью журналисты долго приходили в себя. Если 300 рублей для родителей – заоблачная сумма, как им доучить детей и выпустить их в жизнь, в профессию, пройти мимо этой ситуации журналисты не могли. Ведь телевидение существует для того, чтобы помогать людям. Но благотворительность журналисты посмотрели творчески. Многие люди помогают и всегда откликаются на какую-то беду, когда ребенок заболел или нуждается в срочной операции. Но мы совсем забываем о тех тысячах нуждающихся, которых совершенно нет средств, чтобы расти и развиваться. У телеканала нет прямой функции сбора средств, поэтому мы решили помочь таким детям с помощью творческой просветительской акции. Всех неравнодушных просим откликнуться и помочь в реализации этого проекта. ТВ-галерея создан в помощь детям, чтобы они могли развивать свои таланты и купить все необходимое для занятий живописью. Поддержать проект ТВ-галереи можно на краудфандинговой площадке «Планета.ру». Ссылки можете найти в официальных группах телеканала в социальных сетях.